Музыка Глава района с рабочим визитом посетил социальные объекты Станиц-Крепостной, Ставропольской и Смоленской. Во время объезда Адам Джарим вместе с заместителями и ответственными лицами проконтролировал ход ремонтных и строительных работ школы номер 7. 1 сентября уже не за горами и к этому дню учреждения должны выглядеть достойно. Важно и то, что в школах большое внимание уделяется спортивному воспитанию. Полным ходом идут работы по восстановлению спортивной площадки, где в новом учебном году дети с удовольствием будут заниматься на свежем воздухе. С нетерпением ждут жители крепостной открытия здания врача общей практики. Полным ходом идут строительные работы. Здание строят по краевой программе, которая позволяет вывести сельскую медицину на новый уровень. Строительство данного офиса позволит оказывать весь перечень медицинских услуг и привозить узких специалистов для периодического осмотра населения Станицы. В офисе оборудуют и процедурные кабинеты. Открытие нового лечебного учреждения планируется в ноябре текущего года. Далее глава посетил школу номер 3, где также ведутся работы по благоустройству. Обновится и амбулатория Станицы Смоленской. Здесь обсудили планы по текущему ремонту, денежные средства на которые выделены из районного бюджета. Под контролем и школа номер 49 ведутся работы по косметическому ремонту учебных кабинетов, спортивных и производственных помещений. Большой объем работ по благоустройству в Доме культуры «Автомобилист». Дом культуры является культурным и просветительским центром Станицы Смоленской. Вот уже более 25 лет здесь развивают народное творчество и организовывают досуг населения Станицы. А также «Автомобилист» – организатор всех крупных мероприятий, проводимых в Смоленском сельском поселении. Самый знаменитый коллектив ДК – «Виарадуга» под руководством Юрия Фоломеева, песни которого звучат и в «Трудовые будни». Берега, берега, берега – это тот, между ними река моей жизни, между ними река моя жизнь не течет, от рождения течет, и как рейсы. В районной администрации состоялось очередное планерное совещание. Начальник управления культуры Галина Куралесина сообщила о результатах участия в учреждении культуры района в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» за период 2016-2018 годов. Присутствующие ознакомились с тем, какие клубные системы получили денежные средства благодаря данной программе и на какие ремонтные строительные работы они израсходованы. В июле уже стартует прием заявок на 2019 год. Основные критерии для подачи – наличие проектно-сметной документации и положительные государственные экспертизы на проведение капитальных ремонтов объектов культуры. Ежегодно наш район получает средства на проведение этих работ. Это большая поддержка, прежде всего, и поселениям, и в целом гражданам, которые живут. Для многих единственное место, куда можно пойти – это дом культуры. Актуальный вопрос в летний курортный период – состояние объектов дорожного сервиса. О готовности дорожного сервиса на территории района доложили Ольга Журавель, начальник управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы, и Сергей Сугак, исполняющий обязанности начальника управления архитектуры. В Краснодарский край едут сотни тысяч туристов, многие на автомобилях, и придорожный сервис – одна из визитных карточек региона. И здесь особое внимание уделено элементам брендирования придорожных объектов. На сегодняшний день на территории муниципалитета 130 объектов, из которых 76 – стационарные объекты торговли, 27 – общественное питание, 22 – предприятия автосервиса и 13 – автозаправочных станций. Среди обсуждаемых тем на планерном совещании вопрос о санитарном состоянии в населенных пунктах района. С докладом о состоянии свалок твердых коммунальных отходов на территории Северского района выступила главный специалист управления по координации работы ЖКХ Людмила Кондрашова. В 2005 году ликвидировали свалки Азовского и Калужского поселений, в 2009 закрыли свалки в Михайловском и Григорьевском поселениях. Также в 2014, 2015 и 2016 закрыты еще свалки в Черноморском, Львовском и Смоленском поселениях. Сейчас в районе функционируют только две свалки – в Северском и Ильском поселениях. Вопрос по ликвидации свалок, которые только закрыты, сейчас решается. Также был рассмотрен вопрос о ходе выполнения работ по замене 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Не будет достаточно воды круглые сутки до тех пор, пока мы не заменим полностью это старье, это хламье. Поэтому, ну, поверьте, из 10 звонков 9 отсутствия воды или там проблема какая-то. Поэтому можно видеть Хазарова, можно видеть кого угодно, но пока, если у нас не будет нового оборудования, новая сеть, невозможно будет, как положено, дать воду. Вот поэтому я обращаю на это внимание глав поселения. Я уверен, что когда-то в Северском районе у нас станет такой момент, когда будет 100% все заменено, оборудование, водопроводная сеть, и вода будет круглые сутки. Чистая, питьевая вода. Вот поэтому к этому нужно стремиться. Проанализировали представители районной и местной власти и задолженность по арендной плате за землю в разрезе городских и сельских поселений. Под контролем остается также отсыпка улиц щебнем на территории населенных пунктов. По итогам совещания назначены ответственные исполнители и намечены сроки исполнения поручений. Государственная автомобильная инспекция 3 июля отметила свой профессиональный праздник. В этот день в 1936 году власти Советского Союза приняли положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления Рабочей крестьянской милиции НКВД СССР, а также разъяснили правила дорожного движения. Немного позже, в 60-х годах XX века, СССР присоединилась к Международной конвенции и в стране начали действовать единые правила поведения на дороге. После распада Советского Союза в 1998 году службу переименовали в ГИБДД Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Сегодня в состав Госавтоинспекции входит 9 подразделений, самая многочисленная из них – Дорожно-патрульная служба. Несмотря на все тяготы службы, профессионалы, верные долгу и присяги, с выдержкой и чутким отношением к правам граждан продолжают следить за порядком на дорогах нашего района, взаимодействуя с другими подразделениями полиции. Ежедневно они находятся на посту. Каждый день их деятельности – это риск и самоотверженность, мужество, отвага и самообладание. Вот и подошел к концу первый месяц лета, а это означает, что треть его уже позади. Сезон отпусков и отдыха в самом разгаре. Пока одна часть населения усиленно качается, стремясь поднарастить мышцы, другая же, наоборот, усиленно худеет. Как же снизить калорийность еды незаметно? Многих угнетает подсчет калорий. Удобно, когда есть четкая программа под тебя и при этом еще и все продукты, плюс время на приготовление. Но часто в суете человек не успевает, и вывод у него один – мне не суждено похудеть или просто нужно не есть. А потом килограммы возвращаются. На этот случай диетологи подготовили несколько советов, как незаметно для себя снизить калорийность блюд и при этом в виде снижения веса на весах. Первое, к чему надо стремиться – это разнообразие на вашей тарелке. Не просто гречка, филе и огурец, а несколько видов круп. Сочетание нескольких продуктов в разных вариациях точно не надоест. Например, гречка, рис, индейка и кусочек рыбки, а огурец, корошек и помидор – побольше зелени. От такого разнообразия и сочетания продуктов за одну трапезу вы получите гастрономическое удовольствие. И не бойтесь экспериментировать. Также снижайте жирность продуктов. Если вы ели майонез 67%, идеально перейти на сметану 25%, потом на 15%. Не можете так резко? Стартуйте с легкого майонеза. Постарайтесь снизить количество сдоба и сладостей. С 10 конфет убирайте по одной конфете раз в 2-3 дня, а это уже минус 50 калорий. Если же хочется съесть сладость – съешьте, но только после полноценной трапезы. Тогда вы уменьшите порцию лакомства. Обратите внимание на то, как вы едите. Наслаждайтесь едой, ешьте медленно, как дегустатор, пытаясь прочувствовать вкус каждого ингредиента. И не отвлекайтесь на телевизоры и гаджеты. И постарайтесь есть дробно. Если у вас появится время в течение дня, кроме ужина, завтрака и обеда – это уже победа. Добавьте небольшой перекус в виде орехов, стакана кефира или яблока, и вы заметите, что к вечеру аппетит не зверский. Калорийность снизится тогда на 10-15% и распределится равномерно. Срабатывает даже и такой момент, как размер тарелки. Поменяйте тарелку на чуть меньший диаметр, и это еще минус 5-10% калорийности. Не забывайте об овощах и зелени. Это уникальный источник витаминов и клетчатки, который поможет быстрее насытиться. Выведет токсины и при этом калорий в них совсем немного. Включайте овощи в свой рацион 2-3 раза в виде нарезок тушеных блюд, салатов. Также перед полноценным приемом пищи можно за 10-15 минут хорошо выпить маленькими глотками пол стаканчика кефира. Он притопит чувство голода. И главное – вода. Вода – живительная влага. Чувствуете голод – выпейте пару глотков воды. Мы часто путаем голод и жажду. И пусть стакан с водой или бутылочка будет всегда по-другой – в машине и на рабочем столе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»